Десятки аварий, многочасовые пробки и все из-за бездействия дорожных служб. Киров оказался не готов к первому серьезному снегопаду. О резкой смене погоды синоптики предупреждали заранее. И, казалось, дорожники были в курсе. Говорили, что ситуация под контролем, а вся техника приведена в готовность. Но во время и после снегопада стало ясно, что расчищать улицу вообще никто не торопится. Как итог, заваленная снегом проезжая часть, день жестянщика с десятками аварий, многокилометровые пробки и опоздание на работу. Все подробности в материале Артема Миронова. А я откуда знаю? Я калом или нет, а что сказали, там уже к аварии. Да, авария, фуры стоят. Улица Лепсия одна из многих, где в среду вечером движение остановилось. Снегопад всего за несколько часов засыпал толстым слоем дороги и тротуары. Быстрому пути с работы домой помешалась снежная каша, из-за которой в городе начался дорожный коллапс. На Октябрьском проспекте из-за ледяной корки не могли тронуться троллейбусы. Толкать пришлось самим пассажирам. Большие машины и фуры не могли подняться в горку на Луганской, Лепсе и Ленина. В час пик город встал в одну большую пробку. Безнадежную картину дополняли многочисленные аварии. Многие водители просто не справились с управлением и переворачивались прямо на трассе. За день жестянчика, который наступил вечером в среду и в городе, произошло больше 70 ДТП. Среди пострадавших есть и ребенок. Среди всего этого дорожного безобразия никто так и не увидел спецтехнику, которая якобы была готова к любой непогоде. За день до снегопада о боевой готовности расчищать дороги и посыпать реагентами отчитывались городские чиновники. Обещание главного дорожника о том, что проблем со снегом не будет, кировчане особенно вспоминали, стоя в огромных пробках утром в четверг. Люди не понимали, почему за целую ночь нельзя было элементарно почистить дороги. Спецтехники в городе как будто не было вообще. Многие кировчане сегодня простояли в заторах и опоздали на работу. Некоторые не могли даже выехать со двора. Из деревни Кисели, а это ближайший пригород, люди шли пешком, оставив свои машины в сугробах. Ближе к обеду ситуация в городе почти никак не поменялась. Дорожной техники не было видно, а второстепенные улицы по-прежнему были завалены снегом. На улице Некрасова буксующие автомобилисты давали свою оценку работе дорожных служб. Очень ужасно. Снег не убран, как всегда, не готовы у нас были. На второстепенных, вот как вот сейчас. Честно, безобразно. Лучше бы они не прибирались. Мы живем на Октябрьском, так мы не видели даже, когда кто-то проезжает. Безобразно. Религентов они где-то бросили, уцумывают немножко где-то, чего-то. А так везде, безобразно. Не готовы к зиме. В том, что к зиме дорожники оказались совсем не готовы, говорили и пешеходы. Городские тротуары после снегопада сильно сузились и стали похожи на уже привычные зимние, так называемые, козьи тропы. В одних местах пешеходная дорога настолько заледенела, что пожилые люди начали валиться с ног. В других, снежной каши было так много, что пробраться сквозь нее не могли мамы с колясками. Вообще ужасно. Мы вообще только что ели вышли туда. Ну, когда пошли в парк, вообще, наверное, два светофора пропустили. Не могли бы выехать? Выеехать просто. Очень плохо, убирай, я сейчас упал, а он что-то тут. Но народ никакого внимания не обращает. Народ это для них быдло. Как мы видим, на перекрестке улиц Сваровского и Карла Маркса лежат огромные кучи снега. Он перемешан вместе с песком. Возможно, именно им дорожники и посыпали проезжую часть. Примерно то же самое творится и на тротуарах. Но самое интересное, что у здания гор администрации все чисто и прибрано. Дорожники здесь прибрали тротуары и сгребли весь снег в огромные кучи. Самое интересное не только в обещаниях чиновников очистить город за часы, но и в том, как они отчитывались о работе. До начала снегопада на сайте администрации появилась информация, что расчищать дороги будут более 180 единиц техники. А сегодня, когда город оказался погруженным в снежную кашу, отчет о том, что на дорогах работало всего 80 машин. Где еще 100? Загадочное исчезновение техники в самый разгар сезона не смог объяснить и главный по дорогам. Один подрядчик ГДМС не нашел возможности увезти все количество техники, которые были заявлены на ней. Вполовину меньше было выведено дорожных рабочих. Сейчас разбираемся в этой ситуации. Действительно ГДМС не справился. Сегодня в администрации за первую в сезоне уборку города подрядчики получили двойку. Правда, только на словах. Ни о каких штрафах и тем более увольнениях на совещании речи не зашло. Видимо, они посчитали нужным наказать тех, из-за кого сегодня люди опоздали на работу, учебу, на прием к врачу, на важные встречи. Видимо, простили. Видимо, так можно. После двухдневного перерыва в Кирове снова обещают сильные снегопады. Хочется верить, что к этому времени больше сотни единиц техники, которые недосчитались сегодня, все-таки найдут. Артем Миронов, Анатолий Гагаринов, Артем Шуткин, информационный канал «Город».